Во время встречи Вениамин Кондратьев и Алексей Комиссаров обсудили основные направления взаимодействия. Губернатор края выразил уверенность, что программы займа фонда будут пользоваться спросом у кубанских предпринимателей. Взаимоподвижение с фондом, с фондом развития промышленности позволит нашему региону, администрации края, привлечь федеральные средства для совместного финансирования приоритетных проектов, естественно же, в сфере импортозамещения. Сегодня вот эта ниша, которая есть, я думаю, мы как охранный регион ее не упустим. Надежнее партнера, чем государство, безусловно, и в том числе фонд развития промышленности, исходя из сегодняшней экономической ситуации, конечно, вряд ли можно найти. Конечно, сегодня необходимо нам понимать, что где-то определенную промышленность мы должны перегрузить, может быть, которая в регионе есть, а где-то создать заново. Мы очень надеемся, что то сотрудничество, которое уже есть с Краснодарским краем, будет развиваться и продолжаться. Может быть, я сразу коротко скажу, что у нас на рассмотрении есть несколько проектов, 9, которые рассматриваются на получение тех самых платных займов, которые мы предоставляем. В этом году фонд развития промышленности «Край» планирует направить не меньше 10 заявок на получение льготного займа, в их числе и Тихорецкий машиностроительный завод, где планируется наладить производство путевой снегоуборочной техники. При этом объем средств из федерального фонда на реализацию каждого проекта составит половину от общего размера займа. Этот институт позволит промышленным предприятиям Краснодарского края получить льготное финансирование до 5 лет кредит под 5% годовых. Сейчас таких ставок просто ни один банк не предоставит. И привлечение таких вот средств в экономику промышленных предприятий Краснодарского края позволит дать определенный виток развития промышленности Краснодарского края и промышленных предприятий, нуждающихся в такой поддержке. Фонд развития промышленности России был создан два года назад, только в 2015-м. К нему поступило больше тысячи заявок, почти на 500 миллиардов рублей.